Устаю, чтобы готовить проповедь Выхожу в зал, в зал, свет горит И жена моя сидит и что-то пишет Получих откровение Можете ли я сегодня проповедовать? Конечно, можно Знаете, я вот из тех пастырей, которые Я всегда уступлю место На свежем откровении Независимо от того, что может быть у меня есть слово Независимо от того, что может быть я подготвил слово или проповед Я бы хотел, чтобы здесь на это место Всегда было самое свежее слово Сходящее с небес Поэтому сегодня я уступаю не свои жени Я уступаю Слово Божьему Которое через мою жену тоже хочет Явиться для нашей церкви И что-то, что бы мы получили сегодня От нашего Господа Иисуса Христа Давайте мы поприветствуем Наталью Некое поздравим Слава Богу Тебе здесь удобно? Спасибо Я смотрю, что Бог прям ведет нас сегодня в любви Песня последняя была чудесная О его любви Спасибо Володя сказал тоже о любви Любовь и доверие У меня тема такая пришла Это исцеление любовью Знаете, мы были в поездке И когда в Казахстан Мы приезжаем и мой брат После реанимации Мы молились, наверное, месяца два назад Он попал в реанимацию Я просто молила Господа Если он еще не принял Иисуса Христа Чтобы он оставил ему жизнь И мы приезжаем, он лежит И его жена говорит Три месяца он практически ничего не ест Он худой, как скелет Еще и подхватил пневмонию вирусную Кашляет Есть ничего, не хочет И мы приехали А он у меня И он, и его жена В КНБ работали И то есть И жена мы работали в КГБ Сейчас ему дали инвалидность Он на пенсии В 50 лет На 50 годы А жена, она продолжает работать Жена мы продолжала до работы И он когда-то курировал Все церкви в нашем городе И там была большая гордость Самочувствие По-болгарски И когда мы говорили о Иисусе Он говорит Я все знаю Все ваши церкви И абсолютно Он не слушал Ни нас, никого Когда он приезжал сюда Он уже пришел в церковь По настоянию мамы Потому что она говорила Посмотри на их жизнь Явно Бог ведет К нему подошли Предложили молитву покаяния Он сказал Не, не, не Я все знаю И значит мы приезжаем Находим его в таком состоянии Утром мы приехали А вечером нас ждали в церкви Пригласили на бешпармак То с Казахстана знает Что это такое Самое вкусное блюдо Целебное, я бы так сказала Блюдо Это из канины Очень вкусное Да, Бахетгуль Вкуснее нет Ничего Может быть только корейское кукси В Южной Корее Вот И нас приглашают И говорят Берите с собой брата Я ему предлагаю А он знает Что в этой церкви Там вся мебель Из родительского дома Перекочевала В нашу церковь В тазе церковь Всички те мебели Он приходил в церковь Я не понял Это же замок Из нашего дома Я говорю Замок Говорит Это же замок С нашего дома Браво Вот наша кышта Я говорю Ну а что она дома лежала Просто так Я сказала Он мне за что лежащих Он говорит Эти же доски Это же с нашего гаража Я говорю Ну это еще отец отдал их И поэтому Когда даже мы уехали Он периодически переезжал Потому что там была часть нашей квартиры И когда мы сказали Поехали на бешпармак Он конечно согласился И вы знаете Мы садимся Я видела Как он кушал Вот по столичку Крошки Ногу по малку И он съедает одну порцию И то изяжда И одна порция Потом просит добавки После моли Думают Потом еще Мы пошли славить Господа Приходим Чай Да Он чай попил И вы знаете Я смотрю У него румянец на щеках Появился Гленом Чебузите Муста Вот по червени вечи Да Но самое интересное Я потом к этому вернусь Забегу Это было наверное Лет 20 назад И на интересное Еще при Двайси Гудини В этой же церкви В этом же здании Приехала одна женщина Казашка От Казахстана По-моему Рашида ее звали И ее привезли Потому что она была в депрессии И она не кушала У нее не было аппетита А мы Ну что мы тогда могли делать Мы обычно варили картошку Самое такое Ну недорогое И вот мы отварили картошку Она села И начала кушать И говорит Как вкусно А у вас есть бульон Сестра Которая готовила Диканиса Да Говорит Сейчас принесу вам бульон Приносит Знаете Вот когда картошку Варят Потом вот эту водичку Валите картофель После тази водичка И изливают Но она не вылила Она ее налила В чашечку Разогрела И принесла Даля его в чашку И она пьет И говорит Как вкусно И она приезжала К нам Каждое воскресенье И ждала Когда мы Дадим вареную картошку В Казахстане Сюрпа Называется В Болгарии Чурба И она Она исцелилась И сейчас исцели А потом оказалось Что у нее Свое кафе Есть свой ресторан То есть Женщина не бедная Но исцеление Она получила В церкви Через еду И возвращаясь К брату моему И мы сидим На диване Мы покушали Сердце его открылось Здесь мы сидим Напротив Сидят Пастыря И пошел разговор Знаете Об одном пастыре Которому пришлось Покинуть Казахстан Пастор Дэвид Кто его знает И Игорь Семенович Потому что церковь У него выросла До трех тысяч человек И начались проверки Из КГБ И он вынужден был уехать И вот мы сидим Вот эта сторона КГБ Которая знает Эту историю Своей стороны Там сидят Служители Которые его лично знают И брат у меня спрашивает Мы сейчас о ком Вообще разговариваем Я говорю Да, да, вы знаете Я сказал Да, познала Тазья история И я объясняю служителям Что у меня родственники Все КГБшники Я субъясняю вам Служители Всички теми Рудниниса От КГБ А один из пастырей Он оказывается Раньше служил В Ну он был В МВД По-моему Ну в общем он тоже Из тех Едини от пастырей Служил в МВД Он тоже практически Из тех же органов То есть почти Уцичь эти органы И когда мы ушли В другой зал Славить Господа В храната Която И приготвена С любов Ну и естественно Атмосфера Знаете вот Я размышляла Кто читал книгу Пять языков любви Я си мислих За книгата Коя чел Пять языков любви Это чудесная книга Твоя чудесна книга Автор книги Психолог верующий Автор на книгата И верующий психолог И он говорит Что зная Основных Пять языков любви Вы можете Спасти любой брак Ну я думаю Что и любые отношения Кто не читал Прочитайте эту книгу Она есть В интернете В доступе Пять языков любви Ну это пять основных Языков любви Есть еще И я считаю Что другие языки Языки любви Изите на любви Вот один из языков любви Это накормить Вот у моего мужа Мама была У них всегда Дверь была открыта И всегда был Стол накрыт И он рассказывал Что мальчишками Весь двор прибегал Кушал пирожки Причем она одна Воспитывала Четверых детей И понятно Что не было Лишних денег Но вот свою любовь Она выражала Вот таким образом И Геннадий говорит Что когда уже Выросли эти мальчишки Они конечно помнили Эти пирожки И с очень хорошим Словом они ее Вспоминали Вы знаете Что Иисус тоже Кормил людей Куда у Иисуса хранил Хорота Помните Когда собрались Толпа людей Он ученикам говорит У вас есть еда И он говорит Да есть мальчик У него две рыбки И пять хлебов И пять хлебов И он говорит Ну давайте их сюда Они помолились И накормили Пять тысяч мужчин Не считая Женщин и детей Вот вы знаете Я знаю точно Что когда мы Я знам Чекуга туни Вот Кормим людей Храним хорота Начинается Срабатывает закон При умножение И пусть мы В данный момент Не видим Но он вообще Работает Это духовный закон Поэтому Вот у кого Есть в сердце Это вообще Дьяконское служение Знаете Апостолы Когда они Не справлялись Они говорили Давайте выберем Из среды Дьяконов Чтобы они Пеклись О столах То есть Иисус знал Важность Что-то в этом есть То есть Иисус И знал Чим они Что важно Ухтва Не только Дать духовный хлеб Но и покормить людей Знаете В наших Сердцах Мы как дети Божьи В нас заложена Природа Даятеля Вот давайте Мы в Деянии Откроем 20 глава 35 стих 35 стих Во всем Показал Я вам Что так Трудясь Надобно Поддерживать Слабых Это апостол Павел Пишет И памятовать Слова Господа Иисуса Ибо он сам Сказал Блажение Давать Нежели Принимать И вот эта Природа Природа Верующих Она Природа Даятеля Вы знаете Если у вас Начинается Что я с этого Получу Вот эта плоть Наша Но я не беру Сейчас бизнес Потому что В бизнесе понятно Что мы Ищем Прибыль Но если В отношениях Или в какой-то Сердце давать А дьявол Наоборот Вот вы знаете Написано В Иоанна 10.10 Что вор То есть дьявол Он приходит Для чего Чтобы Украсть Убить И погубить То есть Он забирает Мы Даятели Знаете Когда у меня В сердце Появляется Что-то доброе Сделать Какое-то дело Простить кого-то Потому что Мы когда прощаем Мы даем Второй шанс Людям Правильно? Это тоже Доброе дело Это Иисус В нас Просто Прислушивайтесь К своему сердцу Потому что Он принес Себя В жертву За нас Он Свою любовь Доказал Этим Правда же? Свою любовь Через таз Жертва И Знаете Я хочу сказать Одну мысль Вот тело Христова Оно функционирует Когда мы Делясь Друг с другом Любовью Вот в этот момент Бог Изливает Свою любовь И Мы Это Показываем Через действие Или через Какое-то Слово Или через Някакво Слово Да Можно Сказать Хорошие Слова Вот У нас В семье Не принято Было Говорить Но Есть Такие Которые Очень Добрые Сказать Как ты Хорошо Выглядишь Заметить Как хорошо Ты что-то Сделал И Это Очень В Семье В Церкви Сказать Хорошие Слова Сделать Что-то И Вот Тогда Тело Христово Начинает Функционировать Не В одни Ворота От Одного Другого А Циркуляция Знаете В Римлянам 5.8 Давайте Мы Посмотрим А Я говорила Об этом Я сказала Что Бог Свою Любовь Доказал Тем Что Христос Умер За нас Когда Мы Были Еще Грешниками Че Христос Умря За нас Вот Знаете Меня Очень Впечатляет Вот Семья Шенюк Вот Они Пришли Господу Ничего Не имея Вообще С Таким Прошлым Знаете Что Они Могли Сказать Господи Мне Нужно Годы Восстанавливаться Че Биха Могли Докажать Че Им Требат Години За Восстанавливаться Мокнут И Вы знаете У Володи Было Такое Сердце Что Он хотел Чтобы У них Было Где Жить И Было На 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 Что Жить И Вы Знаете Бог Видя Его Сердце Он Поднял Его Бизнес Он Не И И И У У Его Поэтому Знаете У У У У Духовном Мире Все Немножко По Другому Сегодня Наталья Будет Давать Библейский Курс По Финансам Потому Потому Что Есть Законы Вот Этого Земные Но Есть Законы Духовные И Очень Важно И Много Важно Таких Пузнав Вот Знаете У нас Пастор Он Готовит Еду Каждое Воскресенье Ну То То Еду Какую Еду Духовную У Нас Каждую Субботу Моют Полы Кто Приходит Суббота Някую Два Дами А воскресенье Приходят Женщины Готовят Бутерброды Да И Покушать Готовят Это Тоже Действие Это Проявление Любви Сегодня Кстати Вова Картошку Почистил Будете Кушать Не Забудьте Сказать Как Вкусно Было Вы Знаете Я Хотела Прочитать Исайя Вся Третья Глава 11 Вы Знаете Иисус Тоже Что То Совершил Он Доказал Свою Любовь И Написано Что На подвиг Души Своей Он Будет Смотреть Сдовольством Через Познание Его Достаточно Через На подвиг Души Своей Он Будет Смотреть Сдовольством Иисус Иисус Было Трудно Да Было Страшно Вспомните Гефсиманию Да Страшно Поддержка Учеников Была Не Была Не Уснули Благодарность Помните Он Десять Человек Исцелил Прокаженных Исцелил Десятима Души Сколько Вернулось Поблагодарить Один Вот вы Знаете Я Размышляла Вот оно Работает Вот это Процентное Соотношение Десять Процентов Исста И если Вы делаете Добро Если Вы делаете Какие-то Дела Статистика Библейская Говорит Так Что В лучшем Случае Десять Процентов Будут Вам Благодарны Ну знаете Что я Вам Расскажу Я вам Расскажу Чуть Попозже Про Девяносто Остальных Процентов Я Здесь Познакомила Женщиной Она Мне Рассказала Свою Историю Жизни Она Говорит Я Когда Жила В России С Азии Приехала Одна Девочка Сирота Я Ей Дала Все Что Могла Я Открывала Свой Шифонер Говорила Бери Все Что Нужно Бери Все Что Тебе Нужно Бери Устроила Ей на Работу Она Жила У меня И Когда У нее Дела Пошли Хорошо Она Стала Хорошим Мастером Она В Салоне Начала Про Меня Говорить Всякие Гадости Ну Я Думаю Что Много Кто С Этим Сталкивался Особенно Кто По Старше И Она Сказала Такую Вещь Мне Я Сказала Никогда В жизни Я Больше Не Буду Помогать Людям И Я Закрыла Дверь Своего Сердца Для Всех Людей И У Меня Осталась Только Работа И Дом Мы Как-то Ее Встретили В Городе Она Шла В Черных Очках С Капишона И Куда Мы Ее Не Звали Она Говорит Я Не Хожу У У Только Работа И Дом Печальная Картина Твоя И Как Мы Христиане Должны Реагировать Знаете Что Я Хочу Сказать Что Вот Эти 90% Я Получаю Лично От Господа 10% Благодарности Потому Что Бог Видит Мое Сердце Знаете Если Мы С Мужем Смотрели Только На 10% Благодарности Не Было Бы Церкви Не Было Бы Нас На Месте Если Мы Будем Смотреть На То Что Заметили Ну Не Заметили Я Сделал Добро Не Заметили Плохо Сказали Про Меня Вот Вы Знаете Иисус Не Смог Действовать Через Нас Вот Интересно Сердце Иисуса Я В Завершение Хотела Рассказать Когда Иисус Уже Воскрес Помните Эту Историю Петр И Еще Шесть Учеников Иисуса Они Пошли Ловить Рыбу Это Была Ночь Они Ничего Не Поймали Представляете Они Все Их Надежды И Разочарования Налицо Представьте Они Были Рыбаками И Они Сказали Вот Своим Друзьям И С кем Они Рыбачили Они Сказали Все Мы Идем С Иисусом Мы Завоюем Мир Что Вы Тут В В Своем Болоте Вот У У У У У У А Потом Представляете Они Возвращаются А Им Говорят Ну Где Ваш У У У Знаете Они Как Побитые Пришли Разочарованные Побитые Всю Ночь Ловят Ничего Не Ловили Возвращаются Иисус Говорит Иисус Сказал Идите Закиньте Невод И Они Идут По Слову Возвращаются Опять Закидывают Невод Вытаскивают Знаете Если Вам Кажется Что Вы Уже Ну Вот Все Уже Что Могли Сделали Разочарованные Вы Знаете Дождитесь Иисус Скажет Давай Еще Раз Закинем Невод Давай Вместе Со Мною Еще Раз Пойдем Давай Еще Раз Попробуй Я Буду Рядом Я Теб Не Оставлю И Вы Знаете Пока Они Тащили Невод Знаете Что Иисус Иисус На берегу Приготовил Им Рыбу И Вот Они Всю Ночь Голодные Мокрые Возвращаются А там Костер Можно Высушить Одежду Горячая Рыба На завтрак Иисус Их принимает Опять Иисус Готовьте Готовьте Вкусную Еду Мужья Мужья Тоже Готовьте И Мужья Тоже Готовьте И Тогда Можно Почаще Знаете Вот Слово Вообще Оно Не Только Про Еду Хотя И Про Еду Тоже Слово Слово Про То Как Мы Можем Проявлять Свою Любовь Иисус Не Только В Духовном Мире Проявил Но Иисус Не Сам В Духовне Свят Проявля Того Не Что Но Физическое У Меня Дома У Нас Я В Основном Готовлю Это Муж Говорит У Нас Такое Знаете Есть Он Говорит Что Дома Муж Это Больше Первосвященник Царь Да А Жена Как Диканиса Она Ведет Хозяйство Готовит Стопанство Ну Я Вот Очень Люблю Для Меня Очень Ценно Когда Муж Иногда На Завтра Готовит Яичницу Да И Мне Это Очень Приятно Правда Вот Когда Нам Еще Знаете Роман Попался Взять Который Вкусно Готовит И Знаете Мы Приехали В Лагерь В Палаточный Лагерь Летом Помните Ребята Тоже Были И Нас Угостили Супом Я Говорю А кто Суп Готовил Такой Вкусный А Мне Говорят Роман Я Говорю Как Нам Повезло Зятем Да Слава Богу Слава Бога Готовьте Зовите Друг Друг Готовите Викайте Один Друг На Гости Я Например Верю В То Что Если Взять Первоапостольскую Церковь Помните Вечеря Что такое Вечеря У нас Картина Володя Тоже Нас Благословил Церковь Этими Картина И Вы Знаете Вечеря На самом Деле Причастие Это Был Ужин И Ну Намного Проще Раздать Просто На Собрание Правда Же Ну Просто Причаститься Чем Собраться Наготовить Подождать Друг Друг И Принять Вместе Причастие Знаете Я верю Что Несмотря На то Что Это Неудобство Но Мы Будем Принимать Вечерю Именно За Столом Пусть Бог Даст Нам Побольше Диканов Да И Знаете Просто Смотрите Ваше Сердце Что Бог Вам Говорит Он Говорит Всегда Что Могу Я Сделать Хорошее Для Людей Не Ожидая От Людей Благодарности А Ожидая Удовлетворения От Господа А Делая Эти дела Господь Восполнит Все наши Нужды Знаете Я Я В К Может быть За Исцеление Тех За Исцеление Тези Кто Вместо Благодарности Получил Предательство За Тех Кто Сказал Да Я Больше Не Буду Никогда Вот Я Хотел Сделать Любовь А Получил Нож Спину Получих Нож В Горбо Знаете Иисус Он до Конца Выставил Исцеление Я Я Хотела Сейчас Можно Отключить Да Уже Я Хотела Попросить Прословителей Можно Вот Эту Песню Последнюю Споем Мы Про Любовь